Как отмечают вашингтонские эксперты, для Ходорковского возвращение из тюрьмы оказалось путешествием назад в будущее. За 9 лет Россия стала другой. Гражданское общество и демократические институты попали под мощный пресс государственной бюрократической машины. Учредитель фонда «Открытая Россия», занимающегося помощью гражданскому обществу и демократическим институтам, верит в неизбежный коллапс нынешнего режима. Нынешнее противостояние с Западом абсолютно искусственное. Им остро необходим образ врага, который бы отвлек внимание населения от неэффективности и коррупции во власти. Разжигание внешней и внутренней конфронтации – единственный механизм, надо признать, эффективный механизм – выживание нынешнего режима. Чтобы сохранить власть, они провоцируют изоляцию страны и загоняют Россию в Средневековье. Михаил Ходорковский предупреждает Запад, к возможной смене режима в России надо быть готовым заранее и не повторить ошибку 90-х годов. То, что тогда демократическая Россия не оказалась полностью интегрирована в западные структуры, сыграла сегодня свою огромную негативную роль. Россияне не верят в слово «демократия». У демократов и тех, кто желает их победы на Западе, будет не более двух-трех лет, чтобы доказать преимущество интеграции в Трансатлантические институты, считает Ходорковский. У России и США есть объективные противоречия, но хорошая новость в том, что стратегические интересы совпадают, будь то борьба с терроризмом и исламизмом, или вызов нового Китая. Бывший олигарх видит будущее России в членстве в НАТО и Европейском Союзе. А сейчас, отметил он, мы вербально дошли до порога глобальной войны. Как вы можете читать, видеть, наблюдать, нынешний режим готов играть в эту игру. Но не надо думать об этих людях лишнего. Жить они все-таки хотят. Но они могут заиграться. Администрация Обамы должна определиться, готова ли она к активному участию в украинском конфликте и к победе, отметил Ходорковский. Сегодня в век информационной прозрачности неподкрепленными угрозами никого не напугаешь. Наши планы разместить тяжелые вооружения в балтийских странах станут хорошей новостью, если только будут реализованы. Мы должны увеличить наше военное присутствие там, чтобы дать сигнал Путину. Никакой агрессии, никаких зеленых человечков в странах-членах НАТО. Разговоры о 40 новых межконтинентальных баллистических ракетах могут быть связаны с нашими планами в Восточной Европе. Однако и без этого сказано и сделано многое. Западу демонстрируют мускулы, чтобы не вмешивался в российскую агрессию в Украине. Отвечая на вопрос о коррупции в России, Ходорковский назвал режим Кадырова наиболее выпуклым примером вырождения режимов криминального общества. В выборах в России оппозиции надо участвовать, несмотря на то, что сроки и правила диктуют сверху. Российская, проевропейски настроенная часть общества должна сотрудничать внутри себя вне зависимости от наличия тех или иных личностных проблем или конфликтов. И Григорий Явленский, и Михаил Касьянов, и Алексей Навальный, и Алексей Кудрин, и все другие люди, которые считают нынешний курс неправильным, курс на изоляцию, должны работать вместе. Ходорковский представил очень яркую картину и, я надеюсь, жизнеспособную альтернативную программу для России. Американцам важно узнать его мнение, но еще важнее, чтобы его услышали россияне, чтобы они наконец поняли, что между нашими странами может быть вполне органичный союз. Он просто обязан быть. Александр Панов, Андрей Дегтярев. Настоящее время. Вашингтон.